Здравствуйте, уважаемые любители компьютерных игр и развлечений. Мой позывной Гамовер, что в переводе с английского означает «игра закончена». Но на самом-то деле игра только начинается. И называется она X-Wing и Тайфайтер. В ней рассказывается о сотрудничестве людей в глубоком межпланетном космосе. Вы уже смотрели новые переделанные серии фильма «Звездные войны»? То-то, но это так, к слову, ясно, что сколько новых серий не снимай, по-настоящему оживить старый сюжет может лишь виртуальная реальность. В этом смысле X-Wing vs. Тайфайтер представляет из себя довольно интересное явление. Нет, конечно, космических симуляторов довольно много. Есть среди них и те, что нарисованы получше, чем программа, о которой идет речь. Однако здесь прекрасно реализованы возможности многопользовательской игры. Интрига в том, что собрав команду таких же отпетых молодчиков, именуемую в просторечии бандой, вы можете играть друг против друга или против всего остального мира. Один наш эксперт по образованию фантаст-утопист даже предположил, что в недалеком будущем, в виртуальном пространстве и будет происходить большинство так называемых разборок между подобными бандами. К тому же опытные игроки знают, что наслаждение, получаемое от сетевой игры с приятелем, неизмеримо выше, чем если бы вы играли против компьютера. Все-таки компьютер слишком честная машина, чтобы быть сильным игроком, а вот с человеческим коварством ничто не сравнится. Космическому истребителю, в которого вам придется воплотиться на время игры, предстоит выполнить немало миссий, воюя на стороне повстанцев или же темной империи. В какой-то момент нам показалось, что к созданию подобных игр приложили руку ястребы из Пентагона. Все знают, что в будущем война перекинется на космические просторы. Как говорил Циолковский, земля колыбель человечества, но нельзя же вечно воевать в колыбели. А как, спрашивается, будут проходить космические сражения? Известно, как боевыми спутниками будут управлять операторы с Земли по беспроволочному телеграфу, а откуда возьмутся самые подготовленные кадры, да и из числа игроков в X-Wing и TIE Fighter. Так что тренируйтесь и вы, наши уважаемые зрители, чтобы было чем утереть нос этим ястребам из Пентагона. ОКЕНТОН Мы не очень приветствуем попытки преуменьшения роли компьютеров в истории развития человеческой цивилизации. Для того, чтобы положить им конец, мы предприняли собственные изыскания. Смотрите историю Ровербука, сопровождаемую картинками, рисунками и иллюстрациями. Первое упоминание о Ровербуке встречается у древних египтян. Верховный жрец Аи вручает фараону Тутанхамону Ровербук. Купидон, поражающий сердце Венеры Ровербуком, позднее, в связи с нападками цензуры, Ровербук был заменен на стрелы. В отрывке из Нагорной проповеди сказано, «Не выжелай жены ближнего своего, не осла его, не Ровербука его». На картине Ганса Гальбейна-младшего изображены послы, которым в ту эпоху Ровербук заменял верительные грамоты. Венецианские купцы забрасывают по сети рекламу своего продукта на один из коммерческих сайтов интернета. Некоторые наши эксперты в последнее время рассматривают вопросы, связанные с применением современного оружия в древнем мире. Например, можно ли было установить тротиловую бомбу в Троянского коня? Или кто бы выиграл Куликовскую битву, если бы использовались автоматы Калашникова? Ну и так далее. Следующая игра, которую мы представляем вашему вниманию, отвечает на вопрос, что было бы, если бы в древнем Египте умели строить лазерные пушки? Эта игра называется Sand Warriors. С древнеегипетского это переводится как «буря в пустыне». О, беликий бог Асирис, внемли нашим молитвам, а то мы не можем перекричать ядерный двигатель твоего планетолёта! Спасибо. Итак, игра Sand Warriors сделана в жанре ретро-фьючер. Точнее, для нас это уже ancient future. Ретро-фьючер она была для древних греков. Создатели игры предположили, что нам мало известно о древнеегипетской цивилизации. В самом деле, нельзя же судить о египтянах только по пирамидам и сфинксам. Ведь тот, кто мог построить сфинкса, мог построить и что-нибудь посерьёзнее. И вот, как по мановению волшебной палочки, у древних египтян появляются боевые самолёты, лазерные зенитные установки, боевые роботы-трансформеры, ну и тому подобное. Но поскольку до рождения конструкторов Сухого, Миля и Калашникова оставалось около 32-33 веков, это оружие никак нельзя было назвать идеальным. Вот что пишет об этом древнеегипетский историк и жрец У.А.У. «Наши роботы несовершенны, паки зело неторопливо передвигаются, а будь и тот робот свой боевой хобот поразмыслит развернуть, тут его с воздуха и разнесут на карпускулы. Наши боевые самолёты так и уязвимы вельми, ибо немают угла разворота по более не аж 45 градусов, ну и так далее». Действительно, в игру Сэнд Вориорс будет поначалу трудно играть человеку, привыкшему к управлению современными компьютерными самолётами. Даже преснопамятный Ф-19 мог совершать в воздухе такие фигуры, которые и не снились лётчику-египтянину из Сэнд Вориорс. Единственное преимущество лётчика-египтянина состоит в том, что он проводит свои воздушные бои над живописнейшей местностью в Дельте Нила, которая прямо так и дышит историей, в то время как пилоту указанного Ф-19 приходится довольствоваться унылыми пейзажами пустынь Кувейта, Ливии и Ирака. Что ж, мы всячески приветствуем полёт фантазии авторов этой игры и предсказываем появление новых игр, разработанных в том же жанре. Например, возможен выход игры Water Warriors, в которой древние греки отправятся в Колхиду на атомной подводной лодке. Задача игрока — потопить радиоуправляемыми торпедами все авианесущие крейсера фенетийцев и враждебно настроенных берберов. Или, например, игра Elephants Warriors, в которой древние риблине под руководством Александра Македонского будут сражаться с гаулами и гуннами, используя тяжёлые танки, замаскированные под боевых слонов. В общем, есть где развернуться. Единственным недостатком игры можно считать то, что на Пентиуме-133 она идёт так медленно, как не позволяла себе идти загружаемая с дискеты на 286-м компьютере знаменитая леталка F-19. А теперь я хочу повторить условия конкурса для алчных рудитов, которые хотят выиграть богатые призы. Вам придётся искренне ответить на следующие вопросы. Итак, вопросы. Первый. Каково научное название этой птицы? Варианты ответов. А. Delirium tremens. Б. Chloebia gulde. С. Lupus est. И. Aquatofana. Второй вопрос. Чьим символом является эта птица? И третий вопрос. Какое отчество было у старшего брата Александра Сергеевича Пушкина? Ответы присылайте по адресу 109-388 Москва Абонентский ящик 21 Программа Отвента. Ответы принимаются в течение двух недель. Ну вот и всё на сегодня. Наша программа заканчивается. И гейм, как говорится, оба. Абонентский ящик 21